приветствую сегодня суббота какой сегодня 14 сентября я нахожусь по пути на мидео на дороге вот на таком закутки это уже наверное кто моложе меня они видят такие закутки тут их несколько по пути на мидео и наверное не могут понять а чё это такое вот я так понимаю но помню давно это было автобусы ездили от автостанции но она да и до сих пор там есть я вижу там автобусы на пересечении байтурсынова и проспекта абая напротив но где метро байконур оттуда ездили автобусы тогда они были такие лазы львовский автозавод горбатые большие у них две двери были бы были одна сзади узкая и другая спереди так гармошкой открывались и узкий проход вот на такой автобус там кассы были покупаешь билет но до мидео вот садишься там определенное время и они тебя везут вот мы там со школы лет 10 наверно мне было ездили на таком автобусе о тесла-трак поехал вот и тогда моторы были слабые и этот автобус он пыхтел кряхтел здесь когда поднимался по этой дороге он очень тяжело шел наверно там километров 25-30 в час не больше и вот здесь по всей видимости вот такие были сделаны закутки вот там вот где ниже автобусы разворачиваются там он останавливался вот здесь останавливался и вот сюда прям заезжал вот но это воспоминания поэтому могут быть неточности сюда заезжал и тогда же как бы антифриза не было в тех автобусах старых и в машинах а заливали просто воду в радиатор там крышка откручивалась и вот сюда он заезжал и вот там где павлин вот этот там был фонтанчик то есть питьевой водой видимо родник где-то здесь и ниже тоже вот где там разворотный круг у автобусов сюда заезжал все выходили здесь он где-то полчаса стоял там воду заливала нашего кипала из радиатора парк какой-то шел там туда заливал отсюда воду здесь фонтанчик был вот и вообще это было целое целое событие поехать на медео там никогда столько людей бы не было это сейчас туда приезжаешь вот летом и медео где стадион где плотина там как на барахолке толпы раньше это было целое событие поехать на медео там это собирались там с рюкзаками все это долго было эти автобусы пыхтели и машина они так не могли ехать тот же москвич тут ехал на сколько у него там 40 45 лошадей он весь пыхтел задыхался пар там выходил из-под капота вот поэтому такого количества машина не было там пробок не было ничего этого и чего хотел сказать то есть это был такой редкий случай поехать на медео там была пустынно всегда задача по моему еще не город была как область считалось вот а теперь машины все 200 300 лошадей быстро тебя закидывают это вообще не расстояние прыгнул машину там прыгнул обратно то есть ощущение совсем не то что было раньше сейчас на машине быстро заскочил да и автобусы вот эти китайские они уже мощные городские автобусы ходят быстро туда-сюда съездил да и все он едет без проблем вот поэтому вот эти вот такие остановки здесь где автобус останавливался на долго они оказались уже такие заброшенные как бы сейчас поедем на медео посмотрим сколько там людей сегодня холодно сейчас наверно 12 градусов но вереница машины едет значит тоже будет немало народу он Продолжение следует... Что-то подумал заехать, проехать через Кемосар, но думаю, хватит ли заряда, 53% осталось, хочу доехать за Чамбулака. Не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут какой-то фестиваль машин разных что-ли будет... Не очень понятно... Ладно, едем дальше... Продолжение следует... 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 обратно, то есть дистанция вообще никакая, надо каждый день заряжать вот, поэтому все эти литиевые аккумуляторы, они не годятся надо что-то придумывать, это самое слабое место в этих электричках надо купить этот странный, вычурный сайбертрак так называемый но это вообще просто кучу денег выкинуть ну вот, посмотрите сколько народ просто как на барахоне куча 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...